Всем привет! Вы на канале МАДИ. Сегодня я поделюсь с вами своим рецептом блинов на воде. Да-да, именно на воде. Никогда не пробовали? Тогда тем более стоит попробовать. Советую посмотреть видео полностью и до конца, чтобы не пропустить важные моменты. Жмите лайк, подписывайтесь. Поехали! Что вам понадобится? Емкость для теста, масло, мука, сахар, соль, 2 яйца, 2 стакана и 2 ложки. Яйца разбиваю в емкость. Добавляю половинку чайной ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Перемешала немного. Теперь в стакан насыпаю муку высшего сорта доверху, вот так. Еще половинку стакана муки. Стаканы наливаю холодную воду. Один стакан сразу вливаю в емкость. Перемешиваю, чтобы растворилась соль и сахар. И всыпаю всю муку сразу. Тщательно вымешиваю, чтобы не осталось комочков. Затем вливаю второй стакан воды. Перемешиваю. Теперь наливаю в тесто 3 столовых ложки масла без запаха. И немножко масла в чашечку. А теперь внимание! Наливаю полстакана крутого кипятка. Сразу его в тесто и тщательно перемешиваю. Все, тесто готово. Ждать не надо, сразу пошли готовить. Зажигаю газ, огонь средний. Сковорода у меня антипригарная, вот такого диаметра. Пусть она раскалится. Потом я ее один раз только смажу подсолнечным маслом. И больше смазывать не буду. Остальные все блины я буду выпекать на сухой сковороде. Поделитесь ссылочкой на мой рецепт с друзьями в соцсетях. И они, я просто уверена, скажут вам спасибо. А лайк вы уже поставили? Вам ведь это сделать совсем не сложно. А мне будет приятно. Подпишитесь на нас. У нас много вкусного и интересного. А рецептов блинов очень много разных. Ссылочки посмотрите, я оставлю в описании под этим видео. И в верхнем комментарии. А сейчас будьте готовы сделать скриншот. Сохраните себе рецепт. И он всегда у вас будет под рукой. Смотрите, как тесто надувается. Пузатое такое. Колышется. Кстати, тесто совсем не липнет. И само просто скатывается со сковороды. А для того, чтобы блинчики не подветривали, я накрываю их куполом от микроволновки. Если хотите, можете смазывать блинчики сливочным маслом. Но скажу я вам, они и так хороши. Переворачивать блинчики можно лопаткой, а можно руками. В общем, делайте так, как вам удобно. Если у вас блинчик порвался, его всегда можно быстренько заклеить при помощи лопатки. Вот так чик-чик-чик, и никто ничего не заметит. Можно делать блины потолще. А можно совсем тоненький. Для этого я сливаю тесто обратно в емкость. Тогда блинчики получаются просто тончайшие. У меня вышло 15 блинчиков. Здесь только 11. А 4 я съела во время приготовления. Не сдержалась. Смотрите, какие блинчики. Они эластичные, нежнейшие, мягчайшие. Я вам скажу, они однозначно нежнее и мягче, чем блины, которые на молоке. Вот так вот, мед на блинчик. А теперь его в сметанку. Вы так пробовали когда-нибудь? Смотрите, вкусно. Бино взросло и даже не заметила. Вкуснятина невозможная. Какой рисунок блин. Красотища, вкуснотища. Советую. Подпишитесь на наш канал. У нас много вкусного, полезного и интересного. Всем спасибо за внимание. Мира и добра вашему дому. До новой вкусной и интересной встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok